Мы просто появимся в нужной обре. Что? Хочешь, я скажу, что это не твоя вина? Или то, что это химия? Что она тут делает? Нет! А почему ты неплохо проведёшь время с этим телом Банни? Ей повезло, что я девочек не бью. Ты что-то сказал? Калий, хватит. Это что такое? Ребят, собираем более ста тысяч лайков, и мы публикуем новое видео. А если ты ещё не подписан на канал, сделай это прямо сейчас. Огонёк всем нашим зрителям. Ребята, в последнее время в нашей жизни происходит полный капец. Полина, Дима, Дерзкий. А весь класс устроился против нас, и не дают нам спокойной жизни. А самое главное, что точно такое же безумие у нас происходит с нашим классом на проекте Arizona Mobile. Все вы знаете, что мы играем на третьем сервере. Так вот, недавно наши подписчики похитили Полинку, и нам пришлось своей четверкой вытаскивать её с проблем. Мы загрузили с гелик Димы и поехали решать. Димка, естественно, начал выяснять отношения. Дерзкий пытался всё урегулировать словами, и как итог, мы все вчетвером оказались в больнице. Нас допрашивает полиция, Дима без гелика. Ну и мы без денег. А самое главное, почему я вам об этом говорю? Потому что в этот раз похитили Дерзкого. И нам нужна помощь подписчиков, которые помогут урегулировать эту проблему. Переходите по ссылочке, скачивайте Arizona Mobile на телефон, и залетайте сегодня совместно с нами на третий сервер Arizona Mobile. Чтобы наконец-то покончить хоть с одной проблемой. Ведь под прошлым роликом вы написали очень много комментариев о том, где можно с вами встретиться и как получить от вас приветики. Сегодня все, кто будут с нами играть, смогут с нами пообщаться, помочь и получить приветики. Ссылочка, напомню, в описании. А я пошла собирать нашу банду для вечернего стрима совместно с вами. Да, даже в Аризоне все напоминает о Рашиде. Это ты про ее машину? Да ладно, там только крыло пострадало. Ну и капот, обывая, переднее колесо так и не нашли. Так, ну в целом у нас же задача была какая? Чтобы она не уехала? Она и не уехала. Но ушла. Ты не забыл, что я тебя жду? Задние парты. Я вам не мешаю. Так а что вы от них хотите? А они уже думают, как вас со школы выпроводить. Как и Рашид. Дерзкий Дмитрий. Выходим к доске. О, Софья Андреевна, не в этот раз. Хотя на следующем уроке мы полностью в вашем распоряжении. Оливия Алексеевна осуждали, а сами к молодым парням тянетесь. Понимаю. Фу на вас, Дерзкий. Так, домашнее задание, чтобы все записали. На следующем уроке буду спрашивать всех. Слышь, Дим, Дерзкий, а что вы сегодня делаете? Может, в Аризону покатаем? Там обуву выкатили. Можем залететь на мероприятие и разбирать забавы на шоссе, а? Вот Димка будет ментом и эвакуировать транс пошли. А я вот буду игроков спасать и спасал. А Дерзкий, ты можешь, это, снимать репортаж обо всем с вертолета, а? Прикинь. А? Ну, если хотите, можем дождаться мероприятия с крушением самолета. Также за ментов можно патрулировать окружности, обеокрушение и охранять ящики с оружием от мафии. Слышь, ты что с ними общаешься? О, вот твои настоящие друзья, Сашка, пришли. С ними окружности и патрулируй. А у нас сегодня дел выше крыши. Парты поломать, разосать всем фотографии, машины побить. Да и в Аризону мы своей четверкой играем. Ага, еще по больницам покататься нужно. Честно, это все для прикрытия. Да я вас понял. Че он понял-то? Я не знаю. Так, ладно, что у нас по планам четверка? Полин? Не забывай, я по домашним арестам, поэтому на меня сильно не рассчитываю. Ксюш, ты что? Мы с Ксюшей сегодня тоже минус. Понял. Слышь, Сань, че ты там говорил про прикрытие? Вон, пошли. Ну, мы с Ксюшей. Так ты еще не забыл? Ну, пока. Вали на заменитель. Дим, не забудь передать привет своей маме. Она ж тебя так любит. С мамой у тебя вообще что? Если вкратце, дал ей выбор. Либо она бросает своего мужа, и я возвращаюсь. Либо она счастливо живет с тем, кто ее избивает. Он ее бьет? Может, в полицию? В полиции она говорит, что падает в омарок, спотыкается о плинтус. И все в этом тут. Ну, если хочешь, можешь остаться у меня. Только если обыграешь моего папу. Это вообще реально? Ну, в прошлый раз у тебя почти вышло. Не волнуйся, меня мало кто может обыграть. Хотя у тебя отличный удар. Быстро учишься. Держи. Хороший удар, Дмитрий. Если чем нападать, сама бы сыграла со своим отцом. А это ты сама знаешь. Нереально. Быстро учишься. Иди ко мне. Отдохнул? Может, еще один сэр? Да, давайте сыграем тогда. Обыграешь папу, и я не буду издеваться и ерничать над тобой неделю. Ну что? Я готов. Да, в один момент я подумал, что ты меня обыграешь. На вашем месте я бы уже начал бояться. Да, вот посмотришь на нее, красотой вся в мать, а характер в мать. Да, с красотой я согласен. А вот ваш характер я еще не до конца знаю. Ты еще узнаешь. Я вообще воспитывал ее так, чтобы она в этом мире могла постоять здесь. Мне от кого не зависит. Вообще-то я думал у меня родится сын. Мне не хватало таких разговоров со своим отцом. Да, Ксюша говорила, ты потерял отца. Прими мои соболезни. Спасибо большое. Может, мне кто-нибудь поможет мечи собрать? Дим, а может, ты нас со своей мамой познакомишь? Я думаю, она не будет против, а мы только рады. Я ей передам это. Ну вот и отлично. Эльза, я думаю, через час можно накрывать на стол. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Дима. Может, хватит? Условия были, если ты победишь, а не почти победишь. Иди поцелуй. Но если каждый раз, когда ты будешь проигрывать, будешь меня целовать, то в принципе я согласна. Остальные мечи собираешь ты. Остальные мечи собираешь ты. Выбирай, кто тебе важней, сын или этот. Дима, что-то случилось? Нет, я хотел знать, как ты. И родители Ксюши хотят познакомиться с тобой. Я так говоришь ночью. Мам, будь аккуратней. Я тебя люблю. Она не заслужила все это. Дерзкий? Да. Я рад тебя слышать. Ты где? Ну, я вообще-то у Ксюши. Вообще не важно. Давай подъезжай. Я не смогу. Ты можешь объяснить, что случилось? Объяснить трудно. Тут исправлять надо. Давай, подъезжай. Геоскин. И что я ей скажу? Мне нужно срочно ехать? А как уехать? Не спится? Эльза, я извиняюсь. Вы не могли бы мне вызвать такси? Такси на эту территорию без пропуска не заедет. Нужно разбудить родителей. Есть, что сделаю? А водитель Сережа? Увидит на работу только через пять часов. Можете подождать. Блин, тогда не нужно. А вам время срочно? Мне стало намного лучше. Я нам хожусь в свободном полете. Ты что там, умер по дороге? Дерзкий. Я и так делаю все, что в моих силах. А что с дыханием? Ты что, бежишь ко мне? Короче, дай мне час. Ты спортом решил заняться? Я бы посмеялся еще двадцать километров назад. Сейчас вообще сил нет. Зачем ты меня позвал? Да. Ты решил среди ночи поиграть со мной в малярном возле школы? Очень смешно. Ты туда посмотри. Полина, ты импанка в первую очередь? Это что за фигня? Так, меньше слов. Нам нужно до утра это все успеть закрасить. Что смотришь? Погнали. Ладно, я домой спать. Может, еще успею выспаться перед школой. Какой спать? У нас еще два таких. Чего? Ага. Да как мы вообще успеем? О, Фин, я не чувствую рук. А я не чувствую ни рук, ни ног. А как ты вообще узнал про граффити? Считаю, что добрая фея нашептала, где искать. Слышь, а эта фея не знает, кто это сделал? Как увижу, обязательно спрошу. Слышь, рыжая хуйка, я уже начинаю скучать за твоей мордашкой. Но вопрос в другом. Не ваша малышка с Филом? Я что-то не понимаю. Мы вытаскиваем ее из проблем, а она опять в них возвращается. Слышь, а это случайно видос не из прошлого тусового? Да нет, Димон, это из прошлого видоса. Я уверен, у него таких много. Вот, смотрите. Сегодня было жарко, повторяем, это же в 21.00. Берите своих друзей и надевайте лучшие наряды. Еще говори, что я плохо выгляжу. Хычок, начинаю так рано писать. Я отправлял это три часа назад. А только пришло... Давай лежи, я тебе потом наберу. Расскажи. Мне не нравится, что он так со мной общается. А тебя не смущает, что Полина снова с ними тусит? Ксюш, привет. Это тут такое дело... Не кричи, он был со мной, я его украл. Велосипед, наверное, не забудьте. Ребят, всем привет. Как дела? Как домашний арест? Наверное, тяжело в четырех стенах одной. Да нормально, просто чуть не не спалось. А, вы как? Ну, Дима и Дерзкий всю ночь развлекали. И что делали? Да так, на тусовку заехали. На тусовку? На тусовку юных маляров. Считайте, что в картинную галерею заскочили. Слышь, может, спросим у нее напрямую? Мне больше интересно, что наш новый знакомый скажет. Потом же и у Полины спросить можно будет. Я же говорил, что они в ночь, если они дешевым стаком тусуются в кладке. Полин, а это у тебя глаза настолько заплаканы, что ты их решила прятать под очками? Может, ты уже всему классу объяснишь, что ты с ними тусуешь? Заметь, что когда ты с ними, у тебя проблем больше становится. На частях он правде может. Только проблем на большее создает боль. Мы хоть спали, но у вас лица нет. Да не попарься, на химии отоспимся. Судно, ты теперь с Ксюшей будешь фуры водить в этой зоне? Что ты хочешь, Саш? Я просто вижу там у Ксюши новые машины в игре. Ну, ты, если захочешь, я, в принципе, могу с тобой поиграть. Там, кстати, добавили новую подземную шахту для фармы, новые ларцы, новые ресурсы добывать можно. Еще добавили огненную кирку. А еще там теперь в противогаз заходить нужно, чтобы не умереть. А еще против каменных монстров драться можно. Прикиньте, а? Ну, ладно. Если захочешь поиграть, скажешь. Слышь, Саш, если тебе на той стороне лучше, ты нам скажи, окей? Идеи есть какие-то? Есть одна. Я бы сейчас с кайфом поспал, желательно в кроватке. Мягкой такой. Что с Полиной делаем? Не знаю, что с Полиной, но есть это. Добрая фея? Ты решил записать контакт того, кто сказал тебе про граффити? Может, это Фил вообще стебется с нас? Задние парты. Может, вам подушки принести? Ну, я бы, если честно, не отказался. Отлично. К доске. Да, блин. Оливия Алексеевна, мы просто всю ночь... Учили то, что я сейчас буду вас спрашивать. Дмитрий тоже к доске. А что, когда в класс заходят исполняющие обязанности завучего учитель, вставать не нужно? Софья Андреевна, поздравляю с временным повышением. Кстати, выглядите... Ну, эх, вроде нормально. Чего о вас сказать не могу. О, Дмитрий, уже стоите? И что успели на уроке натворить? А размалеванные школьные стены, это случайно? Не ваших рук дело. Софья Андреевна, урок изобразительного искусства в следующем кабинете. Может, с него начнешь? Оливия Алексеевна, я бы на вашем месте поаккуратнее был, потому что одно лишнее слово, и мы с бабушкой можем сделать так, чтобы вы в этой школе больше не пропадали. Максимум, что вы сделаете с бабушкой, это соберете пазл или свяжете свитер, или чем вы там на досуге занимаетесь. О-хо-хо! Оливия Алексеевна, подушку можно не нести, я взбодрившись. Вы всего лишь практичные. Уже учитель. А может, это вы разрисовали стены? Разрисованные стены? Не ваш проблем, Софья Андреевна. Виновные будут наказаны. Я вам не Рашида Жавдатовна. Я вам это с рук не спущу. Любимчиков у меня нет и не будет. Ну дай их, бабушка! Закройте рот, ученик! Опа! Бабушка, не любить комрана, комран грустить, комран плакать. Слышь, рыжая чепушила, может, ты на уроках будешь вести себя нормально? Гриша, ты в зеркало давно смотрел? У нас просто цвет волос одинаковый. Скажите, а вы сегодня тоже заняты? Я просто, если что, свободен. Может, в резонку поиграем, а? Тут еще водителя металловозов получили крупную обмолу. Плюс появилась возможность разбирать свою тачку на запчасти, а потом из них собрать новую. Три балку обновили, кучу новых аксессуаров подбезли. Скины, машины, самолеты. Обновили мероприятия собирателей. И теперь можно прокачивать свой уровень. И, кстати, еще папку вернули в игру. А еще сделали возможность перемещаться по любому серверу с помощью аэропорта. Покупать там бизнесы, дома и получить гражданство. Но мне неинтересно играть с тобой. У нас с Дерзким Полиной и Ксюшей свои приключения нарезают. Дмитрий, то, что вы умеете стоять, я уже поняла. Выходите к своему другу. А, да. Что? Подслушана Полина? Дмитрий, вы сегодня проснетесь? Да. Слышь, Дерз, там какой-то паблик с мемой про Полину. В смысле паблик? Повторяю свой вопрос. Взаимодействие оксида с водой относится к реакциям. А есть смысл его спрашивать? Он же с нам только одну реакцию. Отпрощение к себе. Здрасте. Здрасте. Это что такое? Это... Оливия Алексеевна, мы сейчас его вернем. И умывальник тоже. А что мы смотрим? Быстро, швабры, тряпки, ветра. То есть за Орехом мы не идем, да? Где ты нашел этот паблик? Заметил Орех. То есть какой-то чмошник завел паблик, где постит мемы про Полину и об этом знает со школы? Слышь, может пусть этой проблемой занимаются ее новые друзья с тусовки? Ай, что вы делаете? Умывальник, я так понял, мы уже не вернем. То есть ты хочешь забить? Моя девушка Ксюша. Я тебе помог с граффити, но вечно вытаскивать ее с проблем ни я, ни ты не сможем. То есть по твоей логике я должен был забить на тебя где-то на пятой проблеме и не помогать, да? Это другое. Это одно и то же, Димон. Но у меня... Что у тебя? Даже не смей говорить, что у тебя Ксюша и все с ней хорошо и по-другому. Она не Полина. О, вы тоже к директору? Орех, не говори, что только ты выжил. Девочки целы? Ну, Соня и Анжела, да. А Ксюша и Полина? Их не было на уроке. А, и передай Полине то, что на уроке она может больше не приходить. Так что ты там говорил, Ксюша, не Полина? Абонент временно недоступен. Перезвоните в пущий. Ну, Полина такая же, прием. Зашибись. Теперь у нас тайны не только от класса, но и друг от друга. Как думаешь, где они? Не знаю, где они, но знаю, где они будут. 21.00. Берите свои лучшие наряды и приходите. Диджей крёпан. Кстати, о диджеях. Он не ответил по поводу видоса с Полиной? Конечно. Спит еще. 12 сообщений, ноль ответов. Ксюша бы туда не пошла. Вот в 9 вечера и проверим. А ты что, не хочешь туда пойти? Я не хочу увидеть там Ксюшу. Полина в последнее время сама не понимает, что делает. Она только создаёт проблемы и тянет за собой Ксюшу. Прям как ты, свои лучшие годы, Димончик. В Аризоне ещё обновили автопарк для фракции. Обновили систему ловли домов, взял их в 4 сезона. И добавили фортные творцы. Он целый день тебе мозги пудрит? Он хочет в нашей компании, хоть в Аризоне поехать. Да, вы тут. Бабушка, быстрее беги сюда, а не тут. Ого, Камран, у тебя бабушка наконец-то начала поливать, чтоб ты вырос. Здесь, по-моему, она переборщила. Прогуляли урок, вырвали умывальник. Учителя удалили. Дерзкий Дмитрий. И это вы всё за один урок с Камранчиком мощно, Софья Андреевна. По-ёрничаешь, когда вас директор выгонять будет. Ну, тогда мы с Димой сразу. Дорогу знаем, можете не продолжать. Полина стала другой. А ты не стал другим? Напомню, какой урок по счёту ты прогуливаешь? А год назад тебя со школы невозможно было вытащить. Подчисления, отчисления. Меня выгоняют, выгоняют. И что? Ксюша лучше Полины? Плани. Ну как, она тебе мозги не выносит, в обиды не даёт, да и вроде как в последнее время даже денег не просит. Она не такая, она другая. И я боюсь, что если и так дальше продолжится с Полиной, то она станет как она. То есть Полина плохая? Да нет, не плохая. Просто, просто я хочу, чтобы всё осталось как есть. Я счастлив, у меня нет проблем, не считая семей. С этим я тебя могу поздравить, Димончик. А что мы с Филом делаем? Тоже думаешь, что Фил паблик ведёт? Да больше некому. А самое интересное, что его менты не запаковали, когда им сообщение написали? Сомневаюсь, что у него связи круче моих. Что в нём такого, что Полина продолжает дальше с ним общаться? Если уже ревнуешься. Очень смешно. О, ушли. Так, ладно, давай в 33, если выигрываю я, действуем по моему плану. Ну а если ты, твоя бушка будет придумывать, как нас этой жопой вытащить. Ну если твой план заключается в том, чтобы закрасить паблик краской, то я сразу... Ребят, можете вернуть меня? Что, родители пришли? Нет. Ну тогда держи. Чё? Чё, пусть побегает. Ну, полезно будет. Так, ладно, поехали. А который час? Пол десятого. Они зря времени не теряли. Фила, знаешь? Фила, знаешь? А светленькая девочка, с ней ещё тёмная подружка. Видел? Ну полный дом девочки, чёрных и белых. Если что, спроси у дюджея. Да. Ну хотя бы одного человека на этой тусовке мы знаем. Идём к нашему другу. А где наш диджей? Ну нормальный, который этот... Каска, очки, матюки. Вы? Ты? Шухер, менты! Валим! Как выбраться отсюда? Ясно? За мной! Дерзкий, я за тобой больше не побегу. Нафиг ты с ними тусуешься? Хоть знаешь, что они там творят? Знаю. Поэтому и фотку тебе прислала. То есть добрая фея это ты? Чё? А я тебе ещё рассказывал всё о Полине. Когда ты ей рассказывал? Да я помогала вам, потому что над девочкой не должны так издеваться. Ага. И поэтому ты создала паблик? Какой ещё паблик? Тебе виднее. Ты же с Филом общаешься. Да это ваша Полина с Филом общается. Она всё-таки была той ночью. А Ксюшу видела? Это всё, конечно, интересно. Родителям звонить будем? Он остался там. Не-не-не, я своему звонить не буду. Визит сразу оформлять. Да и к тому же у вас доказательств нет такой. А чё, у вас резонок на телефоне? А хотите я вас в ментору работать в строительстве? Чё, и повышение дам? Обязательно родителям. Ну, есть один вариант. То есть ты додумался решить нашу проблему, вызвав сюда директора? А ты ещё тупее, чем кажешься. Он сейчас нашим родителям всё расскажет. Ещё и со школы выперет. Алексей Евгеньевич, я всё могу объяснить. Что вы мне можете объяснить? Подождите. Алексей Евгеньевич, 53-я школа. Учитель музыки. Сафронов. 11А. Ну да, точно. А вы не верили, что я стану полицейским? Ну, во-первых, я теперь директор. А во-вторых, если тогда не моя хорошая оценка по музыке, то с твоим-то аттестатом полицейские... Большая болта. Мои. Слушай, а родителям уже звонили? Нет, вы первые. Знаете, это, конечно, не по протоколу. Но так как закон ранее не нарушали молодые люди, сделаем вид, что их на квартире не было. Так скажем, отработают свой аттестат. Спасибо, Сафронов. Я знал, я знал, что в тебе есть что-то такое хорошее. Ты всегда был хорошим учительником. Что ржете, а? Слушай, Сафронов, а можно для этой троицы что-нибудь такое придумать, чтобы они сначала думали, прежде чем посещать такие вот злачные места? Не вопрос. Быть сделан. Что стоим? Что смотрим? Быстро, все втроем. Ко мне в машину. Быстренько. Где ты шляешься? Магазин в пяти минутах от дома. Тебе вечно подгонять нужно. О, нежданный отцепь. Слышь, а может и хорошо, что сейчас мамы нет. Если ты еще раз ее ударишь, то единственное, что увидит твоя лысая башка, это передачки в камере. Твоя мама сначала тоже так говорила. Отпусти меня, или я сейчас тебя... А то ты что? Ай, 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 ай. Ты как? Ай, 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 ай. Да он там, ай. Ай, 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 ай. Сегодня вместе с вами решаю наши школьные проблемы, уже играя в Аризону. Напоминаю, что стрим с моими одноклассниками будет проходить именно на третьем сервере Аризоны Мобайл. Скачивайте игру по ссылочке в описании и при регистрации вводите никнейм Руслан Гладенко. Также специально для вас мы подготовили специальный промокод для новичков. Присоединяйтесь и получайте наслаждение от игры, которая срисована с реальной жизнью. Ведь именно там ты можешь стать, кем ты хочешь, и реализовать себя, как хочешь. Наслаждайся вместе с нами. Мир Аризоны и мы ждем именно тебя на третьем сервере. Заходят исполняющие обязанности заучу учить.